Всем привет! Меня зовут Света и сегодня я хотела бы с вами поделиться теми ароматами, которые я носила в июне. Я решила сделать без лишних разглагольствований и ассоциаций, просто рассказать вам, как прошел мой июнь в парфюмерном плане. И также я хотела бы услышать, как у вас он прошел и чем пользовались в июне вы. Ну что, получилось так, что июнь месяц был достаточно насыщенным событием, несмотря на то, что я сижу в декрете. Но да, получилось, что я летала с коллегами в Италию и брала несколько ароматов с собой. Также, как и возможно у многих, существует Project Pen, когда мы хотим избавиться от лишнего. Когда я засняла свой парфюмерный шкаф, я решила, что надо бы уже что-то сделать в своей коллекции. В том плане, что у меня очень много ароматов, которые уже на дне, и я их все время хранила, думая, что вот я захочу, может быть, когда-нибудь вновь обонять эти ароматы. Я смогу подойти и вот остаточек там, допустим, понюхать. Чтобы там, допустим, вернуться в какие-то воспоминания в прошлое. Ну, зачем? Я потом поняла, что мне это все не надо, я закончу все-таки эти полупустые флаконы и таким образом освобожу место на своих парфюмерных полках. Про это я, наверное, сниму отдельное видео, расскажу вам уже о своих пустых флаконах. У меня уже их около семи штук, но я думаю, что к тому видео наберется уже такие десяточка. Ну и, собственно, да, лето, жара и ароматы, которые хочется разнашивать. В общем, сегодня про все это вкратце, я постараюсь вкратце, я вам расскажу. И давайте начнем с тех ароматов, которые я захотела взять с собой Виталию. Я взяла именно в тревел-версиях, естественно, Between Two Trees. Это для меня аромат просто успокоения, релаксации. Это мой парфюмерный я. Мне кажется, что он подойдет и в жару, и в более влажный климат, и в холодный климат. В общем, это универсальный аромат, который, в принципе, если я не знаю так же, что одеть, я его всегда наношу, и я наслаждаюсь. Я была уверена, что я возьму его, я его взяла, и также я чаще всего им и пользовалась. Следующий аромат это был Soleil de Capri. Я думала, что раз там будет очень жарко, нужно будет чем-то освежиться. Также он очень стойкий, и его могло бы хватить на весь день. Я его носила несколько раз, и сейчас расскажу, почему. Как раз в Италии там во всем цвету была магнолия, жасмин. И вот если идти по улицам, то настолько дурманящий запах от этого жасмина, от кустов жасмина. И в принципе не хочется пользоваться никаким ароматом, просто хочется наслаждаться тем, что летает в воздухе. Но действительно, если долго гулять по улицам, то немножко начинает болеть голова от настолько дурманящего, настолько яркого, белоцветочного аромата. И тогда мне пришла в голову идея, что итальянцы делают достаточно насыщенный аромат именно, наверное, потому, что они сами привыкли к таким насыщенным природным ароматам. Именно так у них пахнет на улицах. Но если вы хотите пахнуть сами, то, естественно, нужно что-то более интенсивное. Для нашего носа это немножко too much, ну согласитесь, да, итальянский парфюм. Но вот видите, для них, и я уже понимаю, почему это кажется, в принципе, нормой. Ну и еще один аромат это был, конечно же, молекула, вторая молекула. Я прям брала этот маленький флакончик 300 мл. Ну и да, он уже также у меня практически на исходе. Это просто универсальный базовый аромат, который наносите после душа. И он с вами весь день никого не напрягал. Он не супер-то и шлейфил. В общем, прекрасно садится, тем более в такой жаркий и влажный климат. И еще один аромат это был Nuda Veritas от Atelier de Zor. Я не брала этот флакон, у меня был, я сделала от Levante. Его я носила вечерами. Но опять же, поначалу только несколько раз, потом просто мне вечерами. Вот у них есть такая традиция после восьми сидеть на террасах, в ресторанах. И общаться, и собираться с друзьями, с родственниками. И праздновать жизнь, наслаждаться друг другом. И как-то, да, нас это очень сильно удивило. Потому что нам все-таки свойственно куда-то спешить. Постоянно быть в каких-то делах. И так, чтобы найти время расслабиться, пообщаться. У нас так не принято. А у итальянцев это очень распространено. Всегда вечерами на улицах много людей заполнены террасы именно итальянцами. Полные рестораны. И, в общем, есть чему поучиться. Этот аромат я пару раз наносила именно на такие мероприятия. Но потом я поняла, что лучше уже обонять то, что звучит вокруг. Эти насыщенные мускусные цветочные ароматы. Плюс сами природные запахи вот именно кустов жасмина, магнолии. Ну, это реально дурманит. И, да, очень достаточно приятные парфюмерные воспоминания у меня останутся с этой поездки. Что еще? Вечерами, когда мне хотелось расслабиться, я очень часто использовала молекулу плюс black tea. Это новинка этого года. И, ну, видите, расход у меня уже достаточно большой получился с этим ароматом. Буквально тут хватает 2-3 пшика. И вот этот чайный аромат, мачо-чай, плюс древесность. Ну, это, естественно, немножко умиротворяет, успокаивает. И, собственно, настраивает на такой спокойный семейный вечер. Также в жару очень отлично он зашел. Нет такой, знаете, сладости в нем. И если хочется немножко отдохнуть от насыщенных ароматов, вот именно белоцветочных. А мне вот почему-то хотелось днем именно такие носить. Вот он отлично подходил в такие ситуации. Также днем, вот именно на прогулку, когда я выходила, я, да, выгуливала аромат от Jomalon Honey Suckle & Davana. Я недавно рассказывала, наверное, в подборке цветочных ароматов. Как он красиво сидит на коже, как он красиво шлейфит. Мне он даже в какой-то момент напомнил Tuberos Imperial от BDK. И, да, шлейф также постоянно улавливался. И вот при движении головой. Я носила еще и на ложбинку, да, вот под волосами. На шее. И, в общем, да, я почувствую какое-то движение головой. Сразу же этот шлейф летит. Казалось бы, что это колонь, но он достаточно стойкий. В жару он у меня продержался 4-5 часов. Мне кажется, для Jomalon это достаточно хороший показатель. И, да, мне он понравился. Он сидит очень красиво. И эти белые цветы, они не душат. Чего я очень сильно боялась. Это была жара, это был день. И, ну, я рискнула. Думала, надо выкулить, надо проверить. Я была впечатлена, я была в восторге. В общем, буду продолжать его носить наверняка и в июле месяце. Если продолжать тема цветочных ароматов. Также очень часто тянулась рука у меня к этому парфюму от Lainari. Называется Laganza Luminosa. Именно вечерами мне хотелось просто и морошаться. И вот я помню, что прошлым летом была такая же история. И постоянно обонять этот аромат. Очень красиво раскрывается в жару. Это такая цветочная, мускусная. Чуть цитрусовая история. Но он так сглажен, он так красиво звучит, он так женственно звучит. Красивый шлейф. Он очень комплементарно. Его замечают и отмечают. В общем, он нравится. И мне он очень похож с ароматом от Kevin Clayne. По-моему, он называется Euphoria. Я вставлю флакон, чтобы вы понимали, о чем я идет речь. Да, чем-то он созвучен. И он очень шлейфовый. Еще раз повторюсь, его замечает. И у нас его очень часто, кстати, можно встретить на представительницах прекрасного пола. То есть его любят носить. Вот именно такое направление ароматов. Ну и в это лето мне тоже эта история заходит. И вот я чувствую, что опять мне тянется рука именно к этому вот парфюму. Ну и далее расскажу вам о двух ароматах, которые меня освежали в июне месяце. Первый это Fig and Argume от Maison Lancôme. Я уже рассказывала в своей подборке, что для меня это действительно такой освежающий, бодрящий аромат. На тему цитрусов, таких вот звонких мандаринов и инжирного листа. Вот что делает этот аромат достаточно интересным. И так, это был один. И второй это Ode Magnolia. Это также цветочный, белый цветочный аромат. Но здесь очень яркие цитрусы, что делает аромат более таким звонким, свежим, воздушным. Его очень приятно и легко носить летом. Причем как мужчинам, так и женщинам. Это абсолютнейший унисекс. И да, после Италии мне очень понравилось и впечатлило своей вот красотой Magnolia. Что я решила, я хочу аромат с Magnolia. И я знаю, что этот самый красивый и самый реалистичный и прекрасный аромат на эту тему. И так что, да. Этого красавчика я также теперь очень часто и с удовольствием ношу. Ну и еще два аромата, которые я разнашиваю. И начала это делать именно в июне месяце. Первый это Love by Killian. Именно в версии Oh Fresh. Вы знаете, когда я уже смотрю на Love, Don't be shy, Oh Killian. У меня уже сразу ассоциация с Chanel Chance. Oh Veef, Oh Tender, Oh Fresh. И здесь примерно такая же история. Есть классические, есть там Extreme, есть Oh Fresh. Ну ладно, бог с ним, но в принципе сам аромат Love для меня он очень сладкий, очень опять же липкий. И есть там такая небольшая животинка в базе, которая мне мешает. Ну некрасиво он так мускусно на мне раскрывается. А этот аромат в версии Oh Fresh, вот я настолько полюбила, что да, я его только разнашиваю, но у меня уже достаточно много миллилитров ушло. Но неспроста, да. Очень много миллилитров ушло также, потому что он абсолютно нестойкий. Ну как по мне, за такую цену стойкости хотелось бы побольше. Вот его предшественник Love, он на коже сидит вот как вбитый, влитой 6-8 часов. Звучит некрасиво на моей коже, но он очень стойкий. Я просто параллельно их сравнивала. А в версии Oh Fresh он буквально через 2 часа уже такой еле уловимый. Но он очень приятный. Здесь очень красивые нерали, цитрусы и вот это все маршмеллоу, белая цветочность в базе. Очень красиво звучит. Вот действительно, у меня сразу как-то по настроению отсылает к Balder Freak от By Red. Такой же вот универсальный аромат, который понравится всем. Также из Love by Killian. Один минус его стойкость. Ну блин, была бы она хотя бы 4-5 часов. Ну я дам настояться этому аромату, может быть что-то изменится, я потом с вами поделюсь. Но вот то, что его можно носить буквально в любой сезон и действительно он может подойти и понравиться многим, это факт. Вот как Balder Freak, абсолютно такой универсальный аромат, который может понравиться всем. Либо же как Chanel Chance Oh Fresh, также он нравится многим в жаркую погоду. И вот так же я могла бы сказать про Love Oh Fresh. Мне понравился этот аромат. Я его с удовольствием ношу, это видно по расходу. Но я чувствую, что если я буду так постоянно интенсивно им поливаться, ну извините, тут этого 50 мл хватит буквально на месяц. Цена, по моему мнению, не соответствует именно параметрам этого парфюма. Не знаю почему так. Ладно, я дам ему опять же настояться. Может быть что-то изменится и он меня порадует. Так к звучанию вообще никаких претензий нет. Эта версия Love идеальна. Вот она свежа, она абсолютно носибельна в жару. Очень приятно. И вот я нашла, да, свою версию Love, но, к сожалению, стойкость. И еще есть аромат один от Killing, который я разнашиваю. Это Moonlight in Heaven. Очень мне он понравился. Хотя изначально он не подошел. Мне не нравилось как-то звучание кокоса, какой-то такой сандаловости что ли. Опять же, у меня сандал часто ассоциируется с рассольностью. Но потом, возможно, первые мои тестирования были в холодное время года. Но сейчас получилось так, что я получила свой пробник летом. И он у меня ушел за день. Ну ладно, два дня. Именно летом этот аромат раскрылся очень красиво. Этот сандал, он дал более такой сливочный оттенок. Нет никакой рассольности. Может быть нюансами, да. Но так как здесь в верхах чувствуется цитрусовость, что это ему свежесть аромата. Вот как кожица бергамота, да. Вот если взять именно кожицу. Либо лимона. Вот такая немножечко кисленькая, горьковатая кожура. И, возможно, она немножко переплетается чуть-чуть солоноватостью. Да, если мог бы сандал давать эту солоноватость. Плюс кокос. То есть здесь все сбалансировано. И в жару это очень красиво раскрывается. Вот действительно такое ощущение, что я в отпуске где-то отдыхаю. Пью коктейльчики. Загораю. И, в принципе, нет никакого декрета детей и бесконечных недосыпов. В общем, да. Я разнашиваю Moonlight in Heaven. Пока меня все... Ну ладно, не все устраивает. Опять стойкость. Я не понимаю. Может быть, действительно нужно дать постоять и настояться. Расскажите, пожалуйста, как у вас обстояло дело. Встречались ли вы с тем, что Киллиан такой нестойкий? Потому что Moonlight in Heaven. И опять же, вот спустя 2 часа я уже практически не могу на себе уловить. Легкий, может быть, какой-то отдаленный запах у меня на коже остается. Вот та же история, да, у меня с Love by Killing. Это я заказывала у официального представителя. То есть, с официального сайта. Поэтому вопросов насчет подделки тут не может быть. Но расскажите, пожалуйста, это так будет всегда. Либо мне действительно нужно подождать и дать парфюмам чуть-чуть отдохнуть с дороги. В общем, такая была подборка ароматов, которыми я пользовалась в июне месяце. Расскажите, что нравилось вам, к чему тянулась рука. Будет интересно узнать и ваши подборки ароматов. Ну, а мы с вами встретимся в новых обзорах, а также в комментариях. Целую вас. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok